доброе утро у нас такое солнышко почти десять часов я уже иду на работу как вы там как у вас настроение 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 погода и все такое прочее хорошо я так чуть-чуть выспалась проснулась у меня будильник стоял на 8 10 а я проснулась без четырех семь так а о боже мне еще час можно поспать повернулась на бочочек или господь ждем тетю сегодня и завтра то что у меня рабочие дни сегодня это суббота воскресенье понедельник long weekend я так понимаю что руководство на работе не будет вообще она написали в них рафиках только когда работает кто на какой секции работает расписали обед и ужин в общем у меня сегодня слава богу не сложная секция не тяжелая самолет забери меня в полет но не сейчас вот поэтому слава богу но честно я помню только с сегодняшней смены секции а что как завтра не помню понедельник полинке выходной наверное кит-клаб работать не будет потому что это у всех выходной сергей думая на работе буду друг друга нянчить как-то нас знаете погода слава богу очень очень сильно радует уже ноябрь 9 ноября на минутку у нас птички поют не снега нету плясовая температура солнышко не без того понятное дело что пару дней были дожди но все равно и поликом в конце октября в прошлом году уже выпал снег а сейчас у нас и такая прекрасная погода может быть мне повезет я успею слетать туда-обратно до ухудшения погодных условий можешь помечтать правда и все я буду вообще в дамках дамках быстрее будешь забрать полькин паспорт лишь нужно расслабиться потому что непонятно конечно что нас ждет дальше что будет с украиной что там как там где там как это повлияет на ситуацию у нас дома как это может повлиять на ситуацию в канаде то что все равно как бы канада сме посматривает там глазом одним или двумя на америку то что будут изменения везде это это точно ну в общем слава богу что так все быстро теперь осталось его забрать и все увидеть братика жаль мама не приедет обязательно с ней видимся еще но чуть позже как бы пережить перелеты так чтоб не сильно устать хотя как можно не сильно устать непонятно сутки в дороге не лежа а сидя такое хорошо на солнышке прекрасная погода замечательно я очень рада что у меня есть работа как бы там ни было какая бы она там сложная тяжелая не было но вам скажу что работать нужно везде ну понятное дело что где-то физически где-то умственно все равно работать нужно везде особенно в чужой стране любом случае нужно начинать сначала я рада что вот так то что вам уже говорила мне в принципе почти предложили работу то можно было пройти собеседование по примеру попытаться там контракт на год только на год контракт и непонятно чтобы было дальше то есть отработать год и что искать быстро работу уволить тебя не уволить здесь в принципе это работаешь постоянно я очень рада что мне сегодня на работу вообще не на работу на 10-30 мы сегодня выспались потому что школы нет мы встали на час позже на ваш что вы понимаете даже соната час имеет значение поэтому не надо в 5 утра вставать как мне девочка она попалась в тик токе видео она говорит я раньше там не любила перевод часов в украине не понимала к чему это вот это вот все это сейчас я ночью шла на работу на работу шла ночью это сейчас привели час играет вот смотрите светло прекрасный солнечный ясный день в общем как бы шутка но да поэтому в моем случае то что я на работу иду не в 5 утра там когда рассвет не в 6 там или еще когда-нибудь потому что девочки я знаю рано ходят на работу я могу нормально с полиной встать я могу в принципе чуть-чуть опоздать в школу потому что нам позволяет время она так еще ну вы знаете не серьезно в плане вот я не спеша приезжаю на работу как никак в жопу раненая там бегу опаздываю на 10-30 нормально все прекрасно слава богу за все скоро наш должен быть автобус поеду то что такие дела жду сейчас нового расписания посмотреть добавили ли мне выходные потому что я просмотрела свой график у меня найти числа все три дня рабочих теперь под меня нужно менять расписание ну хай меня выбачают я не специально как получилось буду смотреть поменяли расписание или нет в любом случае они поменяют я сказала что мне нужно ехать я же не могу не ехать как бы не прекрасно знают ситуацию мою поэтому поменяют мне все нормально на работе девочкам тоже сказала что у меня не будет три дня они тоже знают ну все все нормально все в порядке в общем буду ждать автобус вам всего хорошего хорошего дня увидимся с вами ночью пока всем добрый вечер как вы там я отработала все нормально побед конечно нас должно было быть четыре человека на девочке заболела об этом мы узнали за 10 минут до начала обеда на строй нам нужно договориться как поделить столы бегали жопу раненые спасибо нам помогали там девочки они там кофе предлагали соки а так сложно было цифровать столы после этого убирать в общем нормально еще у нас было 5 раз слава богу закончили нормально вовремя уже не так было сложно они так бегали в общем все в порядке я снова хочу заметить что я очень рада что на работа на 10 30 я могу ходила на выходных чуть-чуть выспаться собраться на работу нормально и поехать у меня на 5 утра не на 6 утром вставать и береться в общем все хорошо полинка сегодня гуляла рисовала нормально провела время все в порядке у них будет 21 числа конференция с учителем в школе в общем нужно будет прийти там общаться с учителем родители учитель и ребенок 10 минут что еще ничего у меня осталось три дня поработать и я буду выходная слава богу я так немножечко сегодня подустала благо завтра воскресенье и нет в школу не нужно вставать можно позже встать понедельник тоже выходной у полинки нужно тоже чуть-чуть дольше поспать нам на часе нормально все в порядке слава богу что есть работа слава богу в общем у нас все в порядке чего и вам желаю я жду автобус скоро должен приехать опаздывается берегите себя родным близким верно вам во времени суток люблю целую обнимаю пока пока